Не за ценностей все-таки, для права человека, а не за какую-то дружбу. Потому что не было и дружбы никакой, но нормальные отношения не тайные не были. И вот эти заявления президента после выборов, что он не признал Лукашенко, и что будет подставить права человека, тогда это были явным сигналом, что все демократические страны будут его поддерживать. Поэтому сегодня я встречалась с президентом, и очень была хорошая, милая беседа. Было видно, что, знаете, не дежурный интерес, а на самом деле человеческое какое-то отношение. И завтра у меня две встречи на высоком уровне, где все пройдет хорошо. Ну вот, господина Куркина уже встречались, как и с министром. Сейчас, сегодня? Сегодня? Да, сейчас проводят еще две встречи. И на самом деле, то, что мы уже приезжаем второй раз, и второй раз встреча, организованная в таком высоком уровне, показывает реальный интерес Австрии вокруг Беларуси. И вы в этом сыграли непосредний урок, поверьте. Потому что... Стараемся так много. Да, да, спасибо, спасибо вам большое. Ну, вообще, как у вас настроение? Когда нам ждать глобальных людей? А их не надо ждать, ребята, не надо... Они уже произошли. Нет, значит, за них, к сожалению, за них надо бороться сейчас. Потому что... Я слышу, ну, много в Беларуси есть люди, которые... Ну, что, когда вы уже там победите? Когда мы все победим, никто один человек за все, что не сделает, и ответственность это, прежде всего, самих беларусов, и понимает, в какой они ситуации находятся, все равно продолжает искать какие-то возможности, чтобы показывать, что нас много, выходить хотя бы на небольшие пикеты во дворах. Вот эти спортсмены просто невероятные, да, и медики тоже. То есть работа идет, она не вся очевидна, но партизанская борьба. Я думаю, что смогут люди мобилизоваться в скором времени, но никто не может никого заставлять. Вы сами должны почувствовать, готовы они, не готовы. Поэтому, когда призываешь куда-то выходить, хотя я всегда поддерживаю людей, не призываю, потому что пропаганда сразу налетает. Вот, ты там уехала, а ты тут нас призываешь. Это ответственность каждого человека. Кто-то может выйти, кто-то не может. Кто-то может поговорить с соседом о ситуации, и этого уже достаточно, да, каждый делает, что может, и так вот шаг за шагом они... Это в правовом государстве оппозиция может, может быть, какие будут парламенты выйти, и платят вам, что будут и сказать, что... И будут по телевизору, по государству это транслировать. А как вы можете действовать в Беларуси? У вас же сразу посадят. Да, ну, пропаганда знает, что... Светлана, а каким вы видите идеальное развитие событий в Беларуси политически? Какой был бы ваш самый лучший сценарий для Беларуси? В ближайшее время организовать переговоры с представителями режима... То есть переговоры? ...между режимом и гражданским обществом. Есть на это надежда? Мы работаем над этим, но для нас нужно, не понимаете, что нам не отвечают на наши призывы к переговорам. Ну, это самые цивилизованные выходы сложившейся ситуации. Поэтому мы ищем медиаторов, мы ищем лидеров стран, которые могли бы поспособствовать, потому что режим, понятно, сопротивляется. Они... Ну, понимаете, что он хочет удержать власть, и таким образом он покупает себе время, обещает... Почему такие инструменты есть какие-то давления? И кого вы видите медиаторами? Например, в вашем случае, кто бы был самым лучшим медиатором? УБСЕ? УБСЕ может быть платформой, да, для переговоров, потому что Беларусь ходит в состав УБСЕ, но медиатором может быть как организация, так и лидер, либо представитель демократического сообщества. То есть это... Пытаемся найти таких людей, идут какие-то... Они есть? Ну, да, где-то есть. Я не могу раскрывать те карты, но работа ведется. И после переговоров... На переговорах самые главные вопросы — это новые выборы и транзит власти. То есть кто будет управлять страной после переговоров. Но самое главное — это привести Беларусь к новым выборам. Поэтому... И насколько близка эта перспектива, ваше мнение? Ну, у нас цель — новые выборы осенью. Осенью. Понимаете, мы должны опираться на эту цель и... А загадывать так долго, ну, что же вы знаете? Это жизнь. Ну, хотя бы в таком. Да. Неблагодарно это дело... Загадывать? Да, загадывать. Поэтому... Ну, а какой вот ваш процент, что все-таки произойдет интеграция в России? Вы предполагаете, что это? Три процента? Три процента? Нет, на самом деле... На самом деле так вопрос не стоит, потому что это не... Это вообще невозможно. Это сценарий, который мы даже не рассматриваем. И все эти угрозы независимости должны восприниматься очень-очень серьезно. Это... Это даже обсуждаться не должно. Потому что наша независимость не для продажи, не для обсуждения. А вот эти вот случаи, сотни тысяч случаев пыток, когда даже людей убивают и никакие дела не открываются. Вот есть какие-то вот на уровне, не знаю, ООН, какие-то инструменты, чтобы... чтобы как-то в этом направлении? Значит, сейчас разработаны механизмы по сбору информации. Это в средние века, отлично. Да, значит, сейчас информация собирается. Она, благодаря правовому центру Весна и Единой книге регистрации преступлений, Черная книга Беларуси, то есть инициативы, которые уже были давно запущены, сейчас они передаются на рассмотрение, на хранение вот этой вот аккаунт-сиделайки-плектфом. Не знаю, как перейти. Вот. И чтобы это все сохранилось, и даже понятно, что может быть расследование, если эти преступления годы займет, но для того, чтобы никого не упустили, ни одно преступление не осталось безнаказанным, оно все должно собираться, учитываться, и начинаются какие-то расследования. Потому что, на самом деле, это довольно-таки сложно. Светлана, еще вопрос. Санкции персональные в отношении диктатора Лукашенко вы будете требовать от демократических стран Евросоюза, в том числе и от Австрии? Как на Лукашенко не нужно, если нет. Ну, кроме него самого, как диктатора, есть еще и клика. Те люди, которые олигархи, пользуясь связями с Лукашенко, связями с Путиным, воруют деньги у белорусского народа, строят разного рода дачи, в том числе и в Европе, в Америке. Вы будете требовать расширения санкционного списка? Мы ставим этот вопрос постоянно. И вот мы сейчас ждем рассмотрения четвертого и пятого санкционного пакета санкционного. И надеемся, что они будут приняты. Мы не знаем, пока кто будет в этом санкционном списке. Но мы все время говорим о необходимости расширения санкций не только на ярух, представителей режима, также на судей, на прокуроров, которые вот эти дела рассматривают, на милицию, на всех, кто вообще каким-то образом участвовал в совершении преступлений. И на самом деле, мы говорим, что санкции это не наказание для этих людей, это предупреждение против новых, совершения новых преступлений, чтобы человек два раза подумал перед тем, как, не знаю, совершать, избивать людей, тюрьма впитать и так далее. Работаю над этим, конечно. У меня еще вопрос. Амнистия. Значит, амнистия это такой очень противоречивый вопрос. Есть сторонники, есть противники. Как вы видите эту проблематику, большую проблематику, если есть уже переговоры с действующим нелегитимным правительством. Подождите, одну секундочку. Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok отстаивали выборы, которые отстаивали, которые выступали против насилия, которые пострадали. Конечно, все должны быть выпущены. И это не обсуждается. Иногда там ставятся такие вопросы. Должны выпустить тех, кто признан политзаключенным, а остальные нет. Все, кто каким-то образом высказывал свое мнение, и за это подвергся киткам или его посадить. И они, конечно, все должны быть выпущены. Это все. Я имею в виду амнистия для тех людей, которые сейчас совершают преступления против своего народа. Каждый, кто совершал тяжкие и особо тяжкие преступления, они, конечно, должны быть представлены честному суду. Для остальных... Ну, это все, понимаете, это тоже будут расследования. По каждому случаю должны быть расследования. Но... И уже люди должны решать, кто может быть спрощен, а кто не может. Понимаете, тут сложный вопрос. Да. Но вопрос, видимо, стоит прямо сейчас. И те, кто ожидают, что будут эти... Такие люди, которые... Каждого потом в последствии обнаружат. И по-за скучному, оказывается, они же сейчас дерутся, как бы, и лезть в войне или союз, то есть, возможно, уже сейчас объявляют какую-то стратегию на этот счет в будущем, возможно, это облегчит зайку. Если вы понимаете, о чем это... Да, я понимаю, и... Хорошее предложение, да, надо отсчитать на этот клип. Не новое, да, но... Не новое, да, но... Вы понимаете, что любого рода такие заявления, они больше разделяют людей, чем объединяют. А наша задача сейчас максимально объединиться, чтобы режимы противостоять. Светлана, еще вопрос для газеты Листок. Это Республика Алтай, Россия. В этом регионе покупают ежегодно около 500 тракторов класса Беларусь, новой модификации. Вы будете, по примеру, президента Республики Турции Эрдогана вводить какие-то санкции, что, ну, с призывом, например, допустим, не покупайте белорусские трактора в России. Или же еще какие-либо лозунги или девизы, чтобы ограничить экспорт белорусских товаров в Россию. Что-либо вы можете такое предложить, чтобы... Например, в Горном Алтае очень многие покупают не только белорусские, но и китайские трактора, но и японские. Можете ли вы предложить какой-либо такой ход, как делает господин Эрдоган? Он предложил Украине свои боевые дроны, Байрактар. И за продажу этих боевых дронов Путин ограничил на майские праздники всем россиянам отдых в Турции. Ущерб и урон российскому бюджету составил такой шаг Путина более 500 миллиардов рублей. Все россияне вынуждены теперь сдавать путевки в Турцию. И они вынуждены ехать, отдыхать в Горный Алтай. Что-либо такое... Да, это такой шаг сделал Путин. Он вроде бы хотел насолить Эрдогану, да, турецкой власти, а насолил своим же россиянам. Они вынуждены теперь внутри России где-то крутиться и отдыхать. Вы можете предложить какой-либо такой внутренний санкционный инструмент, чтобы ударить посильнее по Лукашенко? Поскольку он не хочет отдавать власть вам, как легитимному президенту будущему Беларуси, вы можете предложить такой экономический инструмент давления на Лукашенко? Надо думать над таким хитрым ходом. Надо привлекать экспертов, да, чтобы, знаете, и себя не обмануть в этом случае. Но в любом случае мы призываем все страны ограничить сотрудничество с режимом, с предприятиями, которые являются кошельками режима, потому что частный бизнес должен процветать. Частный бизнес ни в коем случае нельзя ограничивать. А именно кошельки режима временно, пока не пройдет новый выбор, не будем искать новый Беларусь, ограничить сотрудничество. Ну, Беларусь, трактор, это завод, он государственный? Государственный. Вот еще вопрос в продолжении этой же молодежной тематики. Есть такой стендап-комик Слава Комиссаренко, он беларус, он очень часто выступает в Москве. И ему запретили вылететь напрямую из Турции, напрямую в Москву. Ему сказали, вот у вас белорусский паспорт, возвращайтесь через Беларусь. И он заплатил свыше 30 тысяч рублей, летел через Минск и в Москву. Что-либо вы можете предложить белорусским гражданам, чтобы, как Слава Комиссаренко, не наказывали рублем? Понятно, что Комиссаренко все время живет и работает в Москве, он зарабатывает тем, что он комик на ТНТ. Что вы посоветуете таким людям, как Комиссаренко, чтобы ему отдых в Турции не ломали из-за санкций Путина? Как возвращаться белорусам, проживающим в России? Из Турции, например. Понятно. Спасибо. Ну, знаете, как может пожевать человек, который в один смистах в тюрьме, но тяжело всем заключенным. Там некоторые условия вообще ужасающие, там всячески моральные и физические унижают, давят на них, и очень больно слышать. Такие новости, вот недавно, вот когда люди выходят и рассказывают, что там происходит, просто волосы везь, дыбом встают, потому что это, знаете, крайняя степень бесчеловечности, политических, вот называют, всячески подвергают к этому. Но он сейчас изучает дело свое, там очень много томов, и адвокат запросил отводить своего по течению дела. Занят, каждый день общается с тракторами. Каждый день общается. Каждый день, да, общается. Хотя бы есть общение хоть какое-то. Да. Очень много нового о себе узнает из этих дел, что он там, мы бы говорили, с тем, кто с ним вообще знаком. Он никогда не был. Он один сидел из них? Да, один. Один. Светлана, а как ваши дети? Да, каждый вопрос, да. У детей детство. Я стараюсь им ограничить, оградить от всех этих трудностей. И они-то понимают, что происходит. Маша, дочка, конечно, не знает, знает, что папа в тюрьме, но она не понимает значения этого слова. Поэтому каждый день прозапа головим. У нас везде портреты. И дети рисуют семью из четырех человек. Больно, конечно, за этим наблюдать. И тяжело, но ты понимаешь, почему ты руки не опускаешь. Потому что у меня дети, а с этим точно какие же мамы. Я в тюрьме, а некоторые еще по двое родители. Дом сдаются. Да, она так серая. Для наша родня, для молодежи. Это подарки. Это может для детей. Ой, спасибо большое. А можете отрочно? Да, спасибо большое. Спасибо. Светлана, у меня еще один есть вопрос по поводу вашего приезда, цель вашего приезда сюда, в Вену. Вы ищете площадку для переговоров с режимом, с Лукашенко. Вы же понимаете, что прежде чем он сядет за стол переговоров, он должен признать, что он совершает преступление и совершил преступление против своего народа, против народа Белоруссии и против людей, кто живет в Белоруссии. Вы понимаете, что он это не сделает и за стол переговоров вряд ли он сядет. Какой следующий ваш шаг будет? А кто говорит, что он там должен быть обязательно за этим столом переговоров? Кто-то из его окружения, кто-то из режима. Кто должен быть за этим столом переговоров? Представители режима, кого они сами выберут. Понятно. Вы думаете, они просто вот придут и согласятся провести переговоры? Слушайте, для того, чтобы они это сделали, все сейчас и происходит. Белорусы выходят, белорусы всячески сражаются. И вы в том числе оказываете давление в своих странах на правительство, чтобы они в свою очередь оказывали давление на Лукашенко. Понимаем, что он добровольно это не делает, но заставить его вынудить путем санкций, путем давления, вот это наша задача. Это понятно. А вот в случае нет, какой следующий шаг? То есть есть план Б, план С и так далее. Места времени не так-то много. Люди страдают, люди искалечены судьбой. Я знаю, что люди страдают. Просто хочется немножко конкретики, да, вот как-то вот что-то. Я не говорю, что завтра, послезавтра. Просто вот стол переговоров, отлично. А дальше что? А дальше новые выборы. Это? Смотрите, режим шатается, он все равно неизбежно пойдет. Позже, раньше, конечно, у нас всем больно от того, что там происходит. И... Знаете, как... Ладно, но нам нужно вынудить его сделать это раньше. Я не принимаю такого ответа, что он не сядет за стол, не он, я не хочу там видеть, и вот, как и белорусы. И это не значит, что мы прощаем, что мы забываем то, что он совершил. Но для того, чтобы остановить насилие, чтобы не было больше жертв, мы должны оказывать давление максимальное на этот режим. Вы меня сейчас к чему подводите? Ни к чему, просто я хочу слышать, есть ли что-то... У нас есть цель, понимаете, мы к ней идем, да, если распиляться на миллионы сценариев, вообще ничего не сделаешь. По крайней мере, благодаря вам, я думаю, переизбраться он уже не может в всей вашей работе. Потому что, если бы это было как в предыдущие все разы, люди быстро сдавались, отрывались, то, конечно же, вот мы видим результат. Я думаю, что сейчас, благодаря всему проделанному, благодаря всем вашим усилиям, стойкости, вот такой уверенности и представительности, она знает весь мир, деталях, подробностях, чьих ужасов. И уже... Спасибо большое. И вы должны понимать, что не одна же я работаю. У нас есть другие инициативы, как НАУ, как партии создаются. Конечно. Координационный совет и другие инфлюенсеры, блогеры, которые все работают на одну цель. возможно по-разному, возможно у всех свои методы, но никто не сворачивает с этого пути. Если у кого-то есть какие-то другие идеи, они начнут их воплощать и будет очевидно, что это работает, я с радостью поддержу. Поддержу и буду выступать. Но мы так видим развитие событий, и мы над этим работаем. Это не исключает других каких-то возможностей. спасибо вам большое. я должна быть очень... Спасибо, что вы видите. Мы с вами больше единственными заставами. И я, ты меня протос, что группа, вы просто согласитесь, вы будете в ТВ, это начало июня, вы работаете. Спасибо большое. Спасибо.